всем привет меня зовут дмитрий вы на канале отделочника калининграда значит пришлось поработать мне с вот такой вот плиткой дуга была при сжатии с одной стороны где-то около сантиметра и даже больше причем дуга была неравномерная в общем положить поскольку плитка это было выполнено под доску положить ее без перепадов было невозможно ибо ложится она в перехлёст значит я все это показал заказчику предупредил но к сожалению не всегда мы решаем на объекте что делать а что не делать и было принято заказчиком решение что бог бы с ними с этими перепадами давай будем выкладывать я в общем-то предупредил что это все может отлететь от стены потому что напряжение у плитки очень серьезная ну как видите сами перепад около пост полу сантиметра клинья стояли наискосок и когда я зажимал плитку свп она практически дышала как предполагалось в общем то после того как я подождав два дня снял свп я услышал характерный звук и плитка отпрыгнула от стены причем порвала слой клея то есть гребенку клея разорвало под напряжением было принято решение резать плитку пополам чтобы снять напряжение конечно проще это было сделать на макрорезе но с макрорезом возникли определенные сложности я это делал на обычном ручном плиткорезе тем более у меня была возможность поработать на рубе 93 свою шестидесятку я увез с объекта потому что был плиткорез моего коллеги работать мне на нем очень понравилось и хотя некоторые говорят что вот лапка этот под поднимать лапку это неудобно для разлома мне наоборот этот процесс доставил какое-то такое эстетическое удовольствие я задачи справился быстро нарезал принципе плитку ровно за исключением пары штук в итоге я получил вот такой вот абсолютно чистый рез то есть плиткорез режет отлично он ее мало того что щелкает как орешки так еще и очень чистый рез получается никаких сколов вообще мы знаем что если по верхнему краю скулов нет то нижний край ломает абсолютно непредсказуемо и чтобы убрать эту разлапистость я воспользовался 50 черепашкой после этого я дорабатываю край вот таким вот алмазным бруском для заточки ножей это брусок на 240 грит контролирую на всякий случай угольником это я специального взял не самую ровную плитку у меня небольшое отклонение от угла 90 градусов которые я исправляю алмазным бруском по верхнему краю прямым бруском это делать удобно то есть но получается ровная линия никаких провалов там вовнутрь принципе легко добиться ровного угла контролирую верхний край угольником вижу что у меня получился 90 угол и после этого опять дорабатываю черепашкой край подходя максимально близко к наружному краю угол у меня уже немножко развернутый делать это мне очень удобно потому что я работаю с кожухом пылеотведения что позволяет мне максимально приблизиться и не будет попадать пыль в глаза дальше дорабатываю опять алмазным бруском край он не оставляет абсолютно никаких сколов снимаю легкую фаску с глазури и на выходе получаю вот такой стык это заводской шов как видите плитка ректификат а это шов выполненный мою врусную ну и приступаю к укладке естественно плитку ловну так как и резал то есть продолжая рисунок не забываю проверять этот момент поскольку она все равно не ровная ставлю свп но при этом уже перепадов у плитки нет конечно же все это делается по лазеру чтобы не сбился шов ну и периодически я на всякий случай хоть я и знаю что у меня ровная стена контролирую все равно и в итоге у меня получается вот такой результат то есть принципе все что было по проекту выполнено но с небольшой разницы с тем что есть еще один дополнительный шов вот такой вот получается заводской шов миллиметровый того шоу выполнены вручную такой же миллиметровый абсолютно ровный подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте ссылка будет в описании всем удачи пока